Всем привет! Всем добрый день! Сияющий момент воспоминаний прошлого, благодаря которому, я думаю, я оказалась здесь. Я еще студентка консерватории, и у меня вечером занятия специально с фортепиано, я пианистка. Мой преподаватель сидит с нотами на соседнем инструменте и карандашом там что-то мне расчеркивает. Ну, не что-то, я вполне понимаю, что в каждом такте, как нужно сделать. Я понимаю, что следующее занятие у меня утром в 9 утра, это означает, что домой я не еду, а остаюсь на ночь в консерватории и вот это вот все делаю, вот то, что он сказал. Так и происходит, безусловно. Я крайне гордая к утру, что у меня все получилось, что я выполнила все его замечания, все его установочки и все его там розчерки карандаша. В 9 утра я сижу, он сидит за соседним роялем, и я вот это вот все играю, заканчиваю крайне гордая от того, что я совершила подвиг. Я смотрю на него и вдруг вижу его лицо крайне разочарованное. Он говорит, слушай, что это вообще такое? Я говорю, ну как, вот это я сделала все, что вы сказали, и вообще я молодец. Он говорит, да кого ты слушаешь вообще? Ночь прошла, все поменялось. Эта фраза сделала следующие 20 лет моей жизни, если честно. У нас состоялся интереснейший разговор на тему, что такое мышление ученика и что такое мышление мастера. Ученик старается сделать правильно, сказал мне мой профессор, и поэтому у него нет шанса стать мастером. Мастер тот, кто чувствует свободу, и он не вырастает из ученика, запомни это раз и навсегда, не слушай никого, кроме себя, ну меня иногда, чтобы не вылететь из консерватории. Прошло время, и я сменила профессию, занялась тем, чем я занимаюсь сейчас, я профессиональный коуч, я этого хотела, об этом мечтала, и забыла о нашем разговоре, пока не прошло время, и со мной случился следующий эпизод. Мне позвонили как-то и спросили, Юля, могла бы ты провести там у нас для руководителей, для лидеров такой мастер-класс какой-нибудь необыкновенный? Я говорю, да, да, конечно. А на английском я говорю, да, да, конечно. Положила трубку и думаю, так, это я сейчас что сказала вообще? Кто помнит, знаете, фильм «Баламут» советский, вот мой английский был на уровне «Who's John's Father» и «Who's John's Mother»? Вот всё, там уровень школы в консерватории было не до языка. Я судорожно начала искать, кто, кто, кто поможет мне, с кем я смогу это выучить. 25-е там кадры мне не помогали, видимо, нужен был какой-то 158-й. Никто не брался, потому что все говорили, ну это бред, невозможно за два с половиной месяца вообще вот это всё сделать. Ладно выучить, но коммуницировать, да, вот это вот создавать, нет, это вообще нереально. Потом мне подкинули телефон какой-то женщины и сказали, что если она согласится тебя учить, то она тебе поможет. Я созвонилась, я прихожу к ней, вижу в коридоре женщину, вот не назовёшь никак по-другому, где-то к 80-ти, в такой совершенно королевской юбке, белой блузке, вот здесь вот какая-то брошка необыкновенная. Она говорит, ну, деточка, прежде чем мы вообще о чём-либо поговорим, ответьте мне на один вопрос, какую свою красоту вы хотите проявить с помощью языка? Ну, у моего мозга случилась кома вообще. Минутная кома, то есть я честно, я просто замолчала, там что-то я промычала всю, какая есть, в общем, что-то я там такое промычала. И она говорит, хорошо, давай попробуем. И она прямо сейчас задала какой-то мне вопрос на английском и говорит мне, отвечай. Я говорю, я не умею. Она говорит, да неважно, притворись, играй саму себя, как будто ты говоришь на языке, изображай, как делают дети, делай вообще что-нибудь. Вдохни какую-то фразу и выдыхай её уже обогащённую своей личностью. То есть это было вообще невероятно. Я начала что-то там изображать вообще на языке, но через 20-30 минут я вдруг почувствовала, что я это понимаю, что я что-то слышу, я что-то могу. Знаете, как если там весь морфогенетический синтез Вселенной сейчас там в моменте позволил мне что-то вспомнить. Ну, что-то там было, наверное, в закромах моей памяти и так далее. Я провела этот мастер-класс, жизнь моя изменилась совершенно, я больше никогда не обучалась так, как обучалась до этого. Более того, я стала собирать всё, что есть на эту тему. Мне показалось крайне важным и интересным этот разговор о мастерстве, потому что в этот момент в коридоре у этого преподавательницы я почувствовала кайф и радость. Это совершенно необыкновенное состояние, когда на самом деле вдруг мышление начинает работать необычным способом, преодолевая унылый какой-то профессионализм, точнее антипрофессионализм, вдруг появляется радость и кайф от того, что что-то получается. Я стала смотреть всё, что связано с мозгом, что есть какие исследования. Ну и, собственно говоря, краткое резюме по поводу мозга, с которым я там могу поделиться сегодня. Да, вот это он. Очень коротко. У нас есть его линейная часть, такая вот лимбическая, эмоциональная или примитивная, и есть корковая, визуальная. Линейная как раз отвечает за вот эти вот очень профессиональные вещи, за пошаговые, за то, чтобы завтра было как вчера, за безопасность, за рамки, за правила и стандарты. И, конечно же, в большей степени его линейная часть мозга стремится сделать так, чтобы мы получили хорошую оценку, чтобы всё было правильно. Корковая часть занимается совершенно другими. Ей вообще не важно, правы мы или неправы. Линейная часть и важна, чтобы мы были правы, а этой важно, чтобы мы были счастливы и ловили кайф от происходящего. И как раз она отвечает за эти вот прыжки, за необыкновенную связь всего того, что есть внутри, за полифоническую связь этого внешнего и внутреннего, когда мы можем в моменте всё объединить, словить кайф и проявить себя. Профессионализм, чтобы сыграть по правилам, мастерство, чтобы проявить свою неповторимую суть. Меня это увлекло абсолютно. Я стала приставать ко всем своим клиентам, командам, к лидерам, стала их трясти, спрашивать, а что, как у них. Обнаружила, что почти 70% руководителей недовольны результатами, которые делает их компания. И почти такой же процент сотрудников недовольны теми результатами, которые делают они. Более того, где-то больше половины испытывают регулярно скуку в процессе работы и считают это уровнем нормы. Ну, что там, правда, каких-нибудь осталось 25 лет до пенсии? В общем, ну, чего уж там, правда, куда что менять? Зачем? И так всё, в общем-то, идёт. И в моменты очень сложных, кризисных вещей, когда действительно решения нужны нестандартные, линейные можно не работать, профессионализм не спасает. И я задумалась о том, что всё-таки человек будущего – это, а, тот, кто ловит кайф от настоящего, второе, кто умеет полифонично соединить всё, что у него есть под рукой, и третий, кто отвечает на вопрос, кто я и как я могу сейчас проявиться в этой ситуации. Команда, с которой я работаю недавно, вот у них там такая интересная задача, они не выполнили прошлогодний план, в этом году им нужно выполнить плюс 6%. Но они сидят историем, не знаем, что делать. Потому что делать, кто виноват, с чего начать, уже там русская классика, тоже не ответила, куда там бизнес, однозначно ответа на эту тему нет. И вот они спрашивают, что делать, в чём наша ошибка, что мы сделали не так, и у нас не получится. Я говорю, слушайте, давайте какой-нибудь совершенно непрофессиональный вопрос. Вот тот, который как-то будет про другое, ну, тоже не сразу попадается. И тут я спрашиваю, ребят, в чём ваша страсть? Они такие, страсть, 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 слушай, погоди. Я говорю, ну вот в чём такая настоящая страсть? Они все сказали, слушай, страсть всё-таки в том, чтобы выпендриться. Вот как-то вот, чтобы не как у всех, чтобы вот что-то такое, да, чтобы вот прям выделиться, выпендрить, сказать, мы это сделали. Говорю, окей. И как если вот прям на этой волне, да, вы могли бы действительно создать что-то, что позволит вам дать тот результат, о котором вы говорите. Я стала смотреть на клиентов, на команды, с которыми работаю, и увидела, что как только люди перестают быть линейными, да, когда мышление вот это отпускает, появляется, а, такая вера в себя, да, соединённость с собой, и вот это видение, что всё возможно. Ну и тут не далее, как перед TEDx, недели за три, со мной случается ситуация, в которой я сама оказалась, вот ровно в той картинке, о которой я говорю. Я прихожу в школу за подругой, мне нужно было её дождаться, мы собрались в театр. Вот я вся такая, ну, как в театр, да, красиво, каблуки, платье, там, красная помада, ну, как бы не очень в контексте школы я выгляжу, но тем не менее, да, я здесь. Я поднимаюсь на второй этаж, мне нужно было это сделать, и вот стоит группа подростков. Слева мальчики, справа девочки, и среди мальчиков стоит такой вот, знаете, пацанчик такой, класс девятый, такой полноватый, неуклюжий, вот у него такая опущенная голова, вот очочки. И я понимаю и даже слышу, как одноклассники, ну, или там неодноклассники, так жёстко, ненавязчиво, но очень аккуратно, вот пытаются его там как-то ниже плинтуса сложить. И вот я стою и думаю, чёрт побери, я сейчас ничего не могу. Мой внутренний спасатель включился, но профессионально я совершенно бессильна. Я не могу там провести коуч, сессию меня никто не просил. Я не могу задать вопрос, потому что это глупо. И я не могу проявить свою харизму, потому что она здесь абсолютно неуместна. Там, задавить авторитетом, потому что у меня его нет перед этими детьми. Что я могу? И я стала прислушаться к себе и говорю, слушай, ну вот ты работаешь в этом же контексте, как если вот ты сама прям себя услышишь сейчас, что ты можешь как мастер, как профессионал ничего. Что есть внутри? Я слушаю себя и понимаю, что есть дерзость, даже наглость, вот эта вот игра и азарт, как-то эту ситуацию изменить, потому что раз я здесь, значит, это нужно. Внешне, ну кроме красной помады ничего, но я считаю, что это вообще инструмент еще тот. Дальше я начинаю вспоминать какие-то метафоры, книжки, в моей голове всплывает дурацкий фильм «Плохая училка», кто смотрел там, с Кэмерон Диосом. Все. И вот это вот, знаете, свобода, да, свобода быть собой в моменте. Я подхожу максимально расслабленной, как могу на тот момент походкой группе, значит, пацанов и говорю, о, привет этому мальчику, как рад тебя видеть, слушай, на два слова. И, значит, беру его под руку и отвожу, значит. Все вылупились просто и девочки, и мальчики. Парень смотрит на меня, вы кто? Я думаю, какая разница? Сейчас прям я не знаю, кто я, честно. Но я ровно та, кто тебе нужна. Не сомневайся. Я спрашиваю, слушай. Что ты хочешь прямо сейчас? Давай. Вот самую какую-то силу ты можешь проявить. Он говорит, боже, кто вы? Я говорю, отвечай. И он мне говорит, ну, видимо, тут все, меня уже поперло, не остановить, да, но все знают, как это бывает. Он говорит, а я умный и надежный. Отлично. Говорю, как сделать так, чтобы не только ты это знал, а прямо сейчас это могла увидеть я, дети, которые здесь, вот этот школьный коридор, и чтобы дальше твое будущее уже шло вот с этой ступеньки. Я умный и надежный. Он выпрямляется прямо у меня на глазах. Вот у меня прямо тогда, и сейчас снова появляются мурашки. Я говорю, так, идем до конца коридора. Я веду тебя под ручку, мы с тобой болтаем. Там вон у конца коридора, он говорит, там туалет. Я говорю, прекрасно, проводишь меня до туалета, я целую тебя в щечку. Ты говоришь мне пока и спускаешься по лестнице. И с этого момента все, ты умный и надежный. Мы проходим, и вот так вот дети все просто так поворачиваются и проводят нас взглядом до конца коридора. Мы делаем то, что договорились, я целую его в щечку, он спускается, и потом я смотрю, он поднимается и быстрым легким шагом доходит до пацанов и говорит, парни, я что-то не помню, какой сейчас урок? Они ему, математика, он говорит, окей, встретимся. И пошел, и помахав мне там еще раз рукой, прошел мимо меня. И я сидела там в этом, зашла в этот туалет, и там и плакала, и смеялась одновременно, и подумала о том, что ситуации не позволяют иногда проявить профессионализм, но они точно позволяют проявить мастерство, если вовремя задать себе вопрос, в чем твоя страсть, и что такого важного мир хочет, чтобы ты сейчас проявил? Я думаю, что человек будущего это тот, кто ловит кайф от настоящего и задает себе именно такие вопросы. И вот прямо сейчас, вот он, этот вопрос, я специально для вас его тут приготовила, или можно ответить на вопрос, а в чем моя страсть? И вот тут у нас затесался рояль в кустах, я хочу, чтобы он был использован в силу того, что все-таки я умею о косце играть, есть люди, есть я, есть рояль, есть вопрос, и я предлагаю вам подумать в течение 30 секунд, в чем моя страсть и что такого мир хочет, чтобы я действительно проявил? И может быть, это как-то позволит вам ближе стать своему мастерству? А я для этого сыграю, чтобы думать вам было приятней. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ